Встреча неизбежная. Фронтинский мост приблизился к Самаре на 28,5 метров. Дружба народов, надежный оплот. Под Самарой строят самый крупный в России этнографический комплекс. Ни кочегары и ни плотники в Самаре выбрали лучшего монтера-жизнедорожника. Фронтинский мост готов более чем на треть. Завершился очередной важный этап строительства. Переход приблизился к Самаре еще на 28 метров. Работы идут по графику. Из 10 пролетов готовы уже 3. Высокие темпы необходимо сохранить. Такое поручение дал губернатор Николай Меркушкин, который побывал на стройке. Олеся Корецкая тоже оценила масштабы. Фронтинский мост буквально надвигается на Самару в хорошем смысле этого слова. Завершился третий этап надвижки пролетного строения. Конструкцию весом почти в 3000 тонн передвинули еще на 28 метров над водой. Технология надвижки требует высокой точности и постоянного геодезического контроля с нескольких точек. Тысячетонный пролет передвигали 4 домкрата. Сейчас строители начали сборку металлоконструкций четвертой секции. И в конце августа ее планируют также надвинуть над рекой. Также у нас на сегодняшний день готовы уже 6 из 8 опор моста через реку Самара. На двух оставшихся проводятся работы. Это третья и четвертая опоры. Нарастить пилоны, возможно, легкие материалы. Легкие конструкции сделать, нарастить еще примерно, еще на столько, да. И оттуда легкие тоже трассы, чтобы полегче. Конечно, можно все проработать, я считаю, надо так же проектировщикам поставить задачу. Для того, чтобы он будет смотреться намного лучше, это точно. Мост – часть большого проекта по строительству транспортной развязки в южной части города. Он необходим для развития городских районов по обеим сторонам реки. В частности, Новокуйбышевска и Южного города, в котором будут жить сотни тысяч человек, отметил губернатор Николай Меркушкин. Конечно, в этом смысле Куйбышевский мост исключительно важен. Для того, чтобы люди могли в нормальных условиях жить, не в такой, скажем, стесненной среде. И быстро, за 20-30 минут, попадать практически в любую точку города Самары. Ну, по крайней мере, в центр точно. По проекту у Фрунзенского моста планируется до шести съездов в историческом центре Самары. Этот район важно сохранить как культурное наследие и при этом обеспечить хорошим транспортным сообщением, отметил губернатор. Также он поручил строителям рассмотреть возможность запуска по мосту легкого трамвая. Проект должен быть представлен в течение месяца. Темпы строительства остаются высокими. На площадку привезли все 9 тысяч тонн металлоконструкций, а также из федерального и областного бюджетов дополнительно направят по 400 и 250 миллионов рублей. Олеся Корецкая, Станислав Левин, События. Кроме Фрунзенского моста, губернатор осмотрел и самый крупный в России этнографический комплекс, который сейчас строится в Самарском микрорайоне Волгарь. Настоящий музей под открытым небом включает в себя 23 дома и подворья. Частично парк откроется осенью, ко дню Дружбы народов, 12 сентября. Подробности на месте выяснила Олеся Корецкая. Парк Дружбы народов расположился в живописном месте между озерами Зеркало и Двубратное. Самый большой в стране. Здесь строится 23 национальных дома. Перед началом была проведена большая научная работа с историками и культурологами. Специалисты получали консультации в других республиках. Учитывалось все – и стройматериалы, и особенности зодчества, и даже цвет древесины. Осенью планируется открытие части парка. Что касается благоустройства домов и подворья, где-то примерно на 70% будет все сделано. Мы планируем на будущий год, в принципе, закончить полностью там. На будущий год, я думаю, уверен на 100%, что мы закончим. В каждом доме будет работать этнокомната, национальная библиотека, ремесленная мастерская. В Самарской области проживает 157 национальностей. Чтобы рассказать о каждой, для посетителей парка выпустят специальную книгу. На подворьях возведут характерные для каждого народа постройки. Сейчас они как-то предлагают. Ученые, видимо, взяли 150-150 лет, может, главности какие-то. Может, может. Сейчас те дома… Развернули уже, да? Ну, все дома развернули. Парк займет территорию более 15 гектаров. В центральной части построят дом национальности с концертным залом, дворец бракосочетаний, а также в следующем году здесь появится площадь с летней сценой для проведения национальных праздников. Уже посадили больше 300 деревьев. Глава региона предложил добавить в проект деревянную мельницу. Музейный комплекс смогут посетить одновременно до 12 тысяч человек. Также во время поездки по микрорайону Волгарь губернатор ознакомился с ходом строительства восьми пятиэтажных домов для переселения людей по государственным программам. Почти 600 квартир предназначены для детей-сирот и граждан из ветхого и аварийного жилья. Дети-сироты – это знакомые квартиры. А тут могут быть любая семья, которая позволяет им. Площадь квартир от 20 до 61 квадратного метра. Себестоимость низкая, а качество при этом хорошее. Застройщик соблюдает все параметры и стандарты, которые требует государство. Глава региона выразил уверенность, что самарцы будут жить здесь в комфортных условиях. Олеся Корецкая, Станислав Левин, События. Романтики с железной дороги. В Самаре проходит региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Монтер пути». Какие конкурсные испытания предстоит пройти участникам, узнала Лариса Шалафаст. На железнодорожных путях кипит работа. За звание лучшего соревнуются монтеры со всего региона. Судьи строго следят за временем, которое каждый тратит на замену элементов путей. Но особые требования к качеству. Ведь именно от работы монтеров зависит безопасность движения поездов. Александр Виверман монтером пути трудится 9 лет. Поэтому с конкурсным заданием справился быстро, но не без запинок. Тут очень большая ответственность. Надо соблюдать все нормы и допуски, содержание пути. Служить не было, я давно уже на железной дороге работаю. Просто мелкие недочеты какие-то, может, судьи увидели. Кроме практической части, все участники сдают теорию. Конкуренция большая. В региональный этап вышли 26 человек. Такой ажиотаж еще 5 лет назад было трудно представить, говорят организаторы конкурса. Профессия «Монтер путей» востребована как никогда. За последние несколько лет ситуация с нехваткой кадров рабочих профессий в регионе изменилась. Ситуация меняется. И в части поступления в вузы, и в колледжи набор увеличивается на технические специальности конкурса. Как дополнительная мотивация, показ того, что может человек сделать, придя в эту профессию, насколько они разнообразны, насколько они интересны. За звание лучшего приехали побороться участники из Ульяновской, Пензенской областей, Республик, Татарстан и Мордовия. Победитель соревнований отправится на всероссийский этап, который пройдет осенью в Подмосковье. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. Сегодня в 8 утра в автозаводском районе Тольятти произошло смертельное ДТП. На улице Северной около завода ДСК перевернулся автобус ПАЗ, который вез смену. По предварительным данным автобус на полном ходу съехал в кювет и врезался в световую опору. Погиб водитель, ему предположительно стало плохо с сердцем. Остальные пассажиры, около 7 человек, получили ушибы и переломы. На месте аварии работают сотрудники ДПС и медики. Обстоятельства аварии уточняются. В новую жизнь со старыми соседями. В соцсетях появилась информация, что в ближайшие 5 лет самарцев начнут расселять из ветхого и аварийного жилья в новое целыми домами вместе с соседями. Детальную разработку такого подхода собираются начать в октябре. Первые территории, которые планируют расселить, таким образом находятся на улицах Степана Рази, на учебном переулке и на улице Вольской, расположенной в районе Безымянского рынка. Речь идет о двухэтажных домах. В этом году для жителей аварийных домов собираются выкупить 520 квартир. 281 из них уже сдана. В них поселит часть людей, которые стоят в очереди с 2011 года. В сети появилось свежее видео, на котором видно, как идет строительство развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Судя по ролику, работы идут интенсивно. Дорожники заасфальтировали выезды на кольцо и его часть со стороны торгового центра «Самолет». Также в кадр попали и сами рабочие, которые продолжают обустраивать дорожное полотно на кольце и площадку вокруг постамента для самолета Ил-2. Напомним, движение по Кировской развязке полностью запустят к первому сентября. В Самаре на реконструкцию закрывают ботанический сад. После ремонта он предстанет в космическом образе. Дорожки выполнят в виде эллипсов, а оранжерея в виде планет. Причем для каждой климатической зоны оборудуют отдельные сооружения. Также в парке поменяют ограждение. Для первого этапа реконструкции потребуется 150 миллионов рублей. Его планируют закончить до Чемпионата мира по футболу 2018 года. После Мондиали на реконструкцию зеленой зоны потратят еще порядка 400-450 миллионов рублей. Спорт в массы. 12 августа в регионе отметят День физкультурника. С особым масштабом в этом году праздник проведут в Самаре. Сразу на 10 площадках в каждом районе города. Все жители смогут сдать нормы ГТО, поучаствовать в состязаниях самых разных видах спорта, от шахмата до футбола и баскетбола. Главным местом торжест станет вторая очередь набережной, где уже в 9 утра начнут работу интерактивные площадки. Здесь же пройдет турнир лета с футбольным мячом. В этом соревновании по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» принять участие в них могут все желающие. Но необходимо успеть зарегистрировать команду на сайте Федерации баскетбола Самарской области до 13 часов 11 августа. Кроме того, самарцы смогут пообщаться и сфотографироваться с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. А для самых активных поклонников ЗОЖ приготовили сувениры и подарки. Для участников мероприятия будут розданы флайеры, на которых будут ставиться отметки. И чем больше площадок они пройдут, ставится печать после участия по этому флайеру, каждый участник Дня физкультурника может получить приз. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Жители следят за тобой. На сайте фонда Капремонта можно наблюдать за работой подрядчиков в режиме онлайн. Престольный праздник на Сухой Самарке. Православные христиане отмечают День Святого Целителя Пантелеймона. Три золота, два серебра. Самарские грибцы вернулись с наградами с чемпионата России. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова